Назад два с половиной, там одну руку тянул Сиденко. Червяков. Виецкий под блок попадает, похоже, что мяч в площадке, но есть ли челлендж у Белогория? Ну, похоже, что есть. Не буду утверждать насчет попадания, потому что вот за спиной могучий Самойленко скрыл из места падения от меня мяча, а траектория, ну, вполне мяч сможет линию зацепить. Очень важный момент. Да еще, если закрыли, то закрыли главного бомбардира. Тут уже психологическое преимущество хозяевам должно перейти. Вопрос, где мяч? Так, вызывают даже первого арбитра. Вот такой непростой момент, что разошлись во мнениях инспектора и второй судья. Да, так что решающий, может быть, момент, как знать и матча. Этот сет выглядит во многом определяющим. Конечно, это еще не все, но так как он развивался, тут опытные бойцы, привнувших к ним Сиденко. Такая картина. Такие три возрастных игрока. Поли или аут у нас даже мелькает эта графика, и все-таки аут останавливается. Ну, а мяч-то показать-то надо. Неужели невозможно просмотреть эпизод? Да, ну, вот тут, ну, виден просвет небольшой, виден, конечно. Не повезло Белогорию. Вопрос, что мяч немножко скатился вправо вот на этом повторе, и это видно. Когда сплющивается вот такой эллипс, он ведет вправо. То есть это не та точка первое касание, что ли, с площадкой. И на это Белогория сейчас обращает внимание, потому что стоп-кадр, ну, мяч не идеально круглый на ней выглядел. Ну, вот другого кадра у арбитров нет, поэтому они вынуждены вот поэтому принимать решение. Отдай мяч Белогорию. Абсолютно такие же претензии бы с другой стороны сейчас были, потому что просвет все-таки крохотный виден. Питыркин. Ильяных ошибается в приеме, и вот так вот завершается этот сет. Действительно, эпизод был ключевым, по крайней мере, для этой партии 2-1 в пользу АСК.